Павел Кононов на сцене! Прошу! Размеши свежного, размеши меня, размеши меня! Паша, здравствуйте! Здравствуйте! Как вы добрались? Как дела? На поезде, отлично! Рад! Харьковчанин! Харьковчанин! Крутая футболка у вас! Спасибо! Что, там тоже? Там же она серая с той стороны! И где Харьковчанин учится? В университете имени Каразина, механико-математический факультет. То есть будут веселые задачки? Нет. Строго, коротко и ясно. Спасибо. Хорошо, Павел, ну не будем вас забалтывать. Жень, есть вопрос какой-то? Нет, просто хочу пожелать удачи. Спасибо. Спасибо. И мы желаем Павлу удачи, у вас есть минута. Начнем? Да. После банкета в честь премьеры фильма «Восемь первых свиданий» Зеленский проснулся не с Ахиншиной, а с Кашевым. Так и начался третий сезон «Рассмеши комика». Скандал. Один из ведущих программы «Рассмеши комика» блондин. Только он тщательно это скрывает. Привычка есть привычка. Дмитрий Шепеле в лифте нажал на кнопку и начал ждать, пока кто-нибудь засмеется. «Рассмеши комика» через 50 лет. «Рассмеши Седова», сделай, чтоб деда смеялся. Что, Вова, думаешь о старости? Нет, я тебя обижаю. Во время этой шутки, Дима, я смотрел на тебя. Да, я уже, кстати, начал сидеть. Но ничего страшного, в течение этой минуты я не посидею, а вы сможете заработать еще больше. Пока что вы выиграли 1000 гривен. Поздравляю. Спасибо. Так, ну что, Павел, хотели бы вы продолжить? Да. Ну давайте посмелее, понахраписте, вы же можете. Могу. Поддерживаем вас. Хулиган хотел ограбить Зеленского, но Владимир не засмеялся и поэтому не отдал деньги. После третьего сезона «Рассмеши комика» Голустян по ночам звонит Кашевому и громко дышит в трубку. Шепелев поссорился с Кашевым после того, как у Дмитрия родился лысый ребенок. Вот это несправедливость. Любимый актер Евгения Кашевого Брэд Питт, а Брэда Питта Владимир Зеленский. Русалочку Ариэль не пускают в сушу-бар, потому что там со своим нельзя. Тимати выпустил новую песню «Эй, Мэри Поппинс, давай до свидания». В Казахстане смеются над украинскими словами на освежителях воздуха. И смех, и грех. После Евровидения бурановские бабушки снялись для журнала «Плейбой». На вечеринке звезд Кашевой крикнул «Владимир, ну ты и комик!» Но рядом стоящий Кличко не понял эту шутку. 56 секунд, и снова смех. Вова Зеленского вы выиграли 5 тысяч гривен, молодец. Я же просил не рассказывать об этом случае, Вова. Ну, Павел, вы, конечно, по нам прошлись. Уж так старательно прошлись, что раньше такого не было. Молодец, нам приятно очень. Павел, поздравляю, 5 тысяч гривен ваши. Спасибо. Павел, ну-ка, давайте так. Арифметика в нашем шоу проста. Можно еще одну минуту взять и выиграть 10 тысяч. Но если комики не засмеются, все потеряете. Я думаю, что я уйду. Потому что на 56 секунде это было. Больше не рассмешу, думаю. Ну, хочу вам сказать, что у вас добротные шутки. Спасибо. Так, может быть, рискнуть? Когда еще шутки свои испытаете на комиках? Нет. А зачем вам 5 тысяч гривен? Я еще не решил. Вы знаете, когда их будет 10, думать будет еще сложнее. В два раза сложнее. Поэтому я лучше заберу 5, я не буду долго думать. Ну, забирайте. Пока. Спасибо. Спасибо. И пожелаю всем удачи, потому что все могут, все смогут. Главное, не нервничать. Спасибо.